Анализировать свои действия и бороться до конца. В прошлом году на всероссийских соревнованиях во Владимире Джамилю Шумахмадову выиграть не удалось. В этом году спортсмен из Ивановской области настроен очень решительно и побеждает в первой схватке турнира. Планирую попасть в тройку, в призы зацепиться обязательно. Ну и разумеется, план на финал выполнить мастера спорта. В прошлом году немного не удалось, все первенки были такие же сильные, как в этот раз. Сейчас мы лучше готовы, так что будем надеяться, что будет лучший результат. Многие владимирские спортсмены буквально выросли на Кубке Александра Невского. С каждым годом они улучшали результаты и добились серьезных успехов в самбо. Теперь участие в турнире для них традиция и своеобразная разминка перед новыми соревнованиями. Мои задачи совпадают с одной из целей проведения этого турнира. Это учеба, тренировка, будущий старт. В декабре, в середине, будет уже чемпионат Центрального федерального округа в Воронеже. Отбор на чемпионат России. Вот туда очень бы хотелось подготовиться, попасть в выступление. Всероссийский ежегодный турнир Кубок Александра Невского проводится уже в 31 раз. В этом году на него приехали более 100 спортсменов из 12 регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В свое время, еще находясь на службе в юридическом институте, я эти соревнования со своими, так сказать, сподвижниками организовывал. И эти соревнования стали нашей знаковой фишкой во Владимирской области. К нам едут наши воспитанники, знают, что они могут здесь выполнить мастера спорта. Кроме звания, самбисты борются за призовые места в разных весовых категориях. Участвуют в соревнованиях сотрудники органов внутренних дел, а также гражданские. Победить непросто, потому что конкуренция серьезная. Но спорные вопросы возникают нечасто. Опытные судьи внимательно следят за каждой схваткой, хотя иногда победить спортсмену мешает неопрятный внешний вид. В правилах соревнований написано, что борода должна быть ухожена. Насколько мы видим, некоторые спортсмены не подготовлены в этом отношении. Могут просто вырвать кулачок, и будет очень больно. Ну и эстетический вид. В этом году самбо отмечает 80-летний юбилей. На торжественном открытии турнира во Владимире в честь этого события отметили лучших спортсменов области и вручили областные и всероссийские юбилейные медали. Самбо – это у нас национальный, приоритетный вид спорта, потому что борьба самбо зародилась именно в России. Чего бы хотелось еще достичь именно Владимирской областной? Конечно, серьезных успехов в спорте высших достижений, чтобы у нас не только два члена было сборной страны, и два победителя, и призера чемпионата Европы и мира. Конечно, хотелось, чтобы звезд у нас становилось все больше и больше. По итогам турнира три владимирских спортсмена выполнили норматив названием «Мастер спорта». Кроме того, наши борцы показали лучший результат среди участников турнира. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал.